МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Образцовый хореографический ансамбль «Солнышко» и народный ансамбль танца «Молодец» городского Дома культуры имени Медведева получили награды на 10-м международном конкурсе фестиваля Кубок Черноземья в Воронеже. Об успехе двух коллективов мы поговорим в программе «Смотрите, кто пришел» с руководителем ансамблей «Солнышко и молодец» Еленой Голубевой, хореографом и участницей ансамбля «Молодец» Инной Радькиной и участницами ансамбля «Солнышко» Александрой Зубцовой и Юлией Федюниной. Здравствуйте, уважаемые гости! Здравствуйте! Ну что, я, конечно, спешу поздравить вас с наградами, именно говорю во множественном числе, потому что она не одна. Хореографический ансамбль «Солнышко» Брянск! Мы работали в народно-стилизованный танец, возили группы разных возрастов, работали в номинации «Формэйшн» и работали в номинации «Малые группы» и привезли семь первых мест. Кубок за лучшую постановочную работу и кубок как лучший хореографический коллектив. Вы даже не смогли привезти все эти кубки в нашу студию, потому что это такое место. Да, их очень много. Семь номинаций. Девчонки, а какие у вас впечатления о конкурсе «Воронеже»? Ну, очень понравилось на конкурсе. Ожидали такой успех. Это, наверное, самая крупная победа вашего коллектива? Да, да. Это первый раз мы привезли именно девять кубков. Это, получается, все номинации, в которых вы выступали? Да, в каждой номинации победа. Ну, это грандиозный успех. Я, конечно, еще раз вас поздравляю. Насколько вообще этот конкурс важный, крупный? Вот сколько коллективов приняло в нем участие? Конкурс начался... То есть мы уже были фактически в последний день, в завершающий. Конкурс начался с 1 апреля. Это были и эстрадный танец, был классический танец. И мы принимали участие в 23 апреля, завершающий день конкурса. Это была номинация «Народный танец», «Народно-стилизованный» и «Танцы народов мира». Я не могу сказать за все дни, сколько приняло участие коллективов. Но вот 23 апреля, это наш был конкурсный день, было порядка 40 коллективов. Это где-то 800 тысяч участников. Это то, что мы успели у организаторов спросить. И то, что мы видели, в 10 минут 9-го я переступила с коллективом. Мы все, да, вот порог Дворца культуры машиностроителя, где проходил конкурс, в 10 минут 9-го. Утра. Утра. И в 21.00 мы покинули. Ну уже с наградами. Уже с наградами. Ну ничего страшного. Целый день, но тем не менее такой результат. А что насчет жюри? Кто судил этот конкурс? Профессионалы все, заслуженные работники культуры. Из разных регионов, из Москвы, из Воронежа, из Тамбова. Даже представитель был из республики ДНР. Именно по этой причине конкурс международный? Или нет? Какие еще там были страны представлены? Я не оговорилась? Нет, 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 конкурс международный. Коллективы были из Болгарии, коллективы были из Польши. А, даже из, в общем-то, дальнего зарубежья. Из дальнего зарубежья. Ну, в наш день, по понятным причинам, все-таки это был народный танец, их с нами не было. Вот, они все были эстрадным блоком, в классическом варианте, вот их были там. Саша, ты солистка, я знаю, ансамбля «Солнышко», и именная стипендиатка, правильно? Да. За что ты получила такое высокозвание? Ну, за то, что занимаюсь в коллективе уже долгое время. С пяти лет, да? Да, с пяти лет. Ну, не скромничай, не скромничай. За то, что солистка... На самом деле выдающаяся у Саши. И решила так, мой руководитель, Елена Леонидовна, что... То есть вы подали заявку, да? Мы долго думали, мы долго думали, долго думали. И, в первую очередь, с администрацией Дворца культуры, поскольку администрация, она все время держит руку на пульсе. Вот мы долго думали и нашли достойную кандидатуру. Человека влюбленного в свое дело, человека творческого. Несмотря на юный возраст, Саша у нас заканчивает в этом году девять классов. Мы посчитали ее достойной столь высокой награды. Вот, и она у нас не просто Саша Зубцова, а обладатель именной муниципальной стипендии. Саша Зубцова, А.Семкин Корректор А.Егорова Саша, ты, я знаю, планируешь свою жизнь связать даже с танцами, правильно? Куда ты поступаешь после девятого класса? В Брянский хореографический колледж искусства, а потом хочу связать дальше с танцами в какой-то профессиональный коллектив в другой город уехать. Ты хочешь стать хореографом или ты хочешь пока что быть танцовщицей? Ты наверняка с удовольствием смотришь многочисленные конкурсы на телевидении. Что тебе нравится? Танцы на ТНТ. Сама хочешь попасть в подобный? Ну, хотелось бы, но... Пока, в общем-то, еще хочешь мастерства поднабраться, да? Юля, расскажи про свою танцевальную жизнь. Ты во сколько пришла лет в коллектив «Солнышко», в ансамбль «Солнышко»? Я пришла в 10 лет в ансамбль «Солнышко». Ты сама не брянская? Нет. А раньше танцевала, где ты жила? Раньше я танцевала, занималась балетом, но... Бальными танцами занималась, но решила, что народное лучше. И ты, как приехала в Брянск, сразу попала в коллектив «Солнышко»? Да. Уже выступаешь успешно? Да. Молодец. А ты какую профессию для себя выбираешь? В будущем. Тоже хочу стать хореографом, поступить в колледж искусств в Брянский. У тебя сегодня день рождения. Я тебя поздравляю с этим событием. Желаю тебе, чтобы твоя мечта обязательно осуществилась. Я думаю, ты на правильном пути, да? Руководители тебя, наверное, уже поздравили. Вот мы с вами говорим сегодня все-таки о двух коллективах. Девочки представляют «Солнышко», а Инна у нас представляет коллектив «Молодицы». И одновременно Инна – это мама Саши, правильно? Как вы, что это за коллектив «Молодицы»? Какая-то очень такая интересная история связана с «Молодицами». Интересно, конечно. Мы изначально, как и все, во дворце у нас много коллективов хореографических. Водили детей, сидели, ждали за дверью, часами. Ну, потом как-то вот я говорю, девчонки, давайте сами попробуем. То есть вы как раз-таки организатор, можно сказать, идейный вдохновитель? Ну, вот подошли к Елене Леонидовне. Елена Леонидовна не отказала нам, говорит, собирайте группу. Ну, что с вами делать? Буду заниматься. И вот уже пять лет мы занимаемся. Ну, это потрясающе. То есть обычные мамы, девочки, которые танцуют. Ну, обычно, я сама знаю, вожу тоже ребенка, сидят, разговаривают там, чем-то по магазинам в это время ходят, читают. А вы такие активные решили сами танцевать. Что это? Вы раньше в детстве танцевали? Ну, я занималась раньше, да, в хореографическом коллективе. Ну, и другие мамы, которые вошли в ансамбль «Молодицы», они тоже, наверное, с танцевальным прошлым? Там несколько человек. Ну, человека три, если вот у нас танцевали. Остальные просто с нуля. Просто с нуля. Как вы, Елена Леонидовна, за это взялись вообще? Это ж такой труд. Ну, отказать я им не могла. Отказать не могла. Мамы активные, дети танцующие. Это я подумала, ну, яблоко-то яблони, поэтому должно получиться. Ну, откуда же такие талантливые дети? Значит, и мама должна быть талантливой. Начинали мы с «Портера». Первый хоровод, первый конкурс, быстрые постановки. Ну, а сейчас они принимают участие в серьёзных конкурсах и работают на уровне с хорошими взрослыми коллективами. Скидку на возраст, на то, что им не 18 лет, никто не делает. Никто не делает. Никто не делает. Или ты вышел на сцену, работаешь, или дома варим борщи. Да. Ну, сейчас вот на этом международном конкурсе в Воронеже вы в какой номинации одержали победу? Стилизация народного танца. Очень, мне кажется, удобно сейчас вам ставить танцы с мамами и детьми. Есть у вас такой? Да, у нас есть совместные постановки. Это такие номера, как молитва. У нас есть номер в горнице совместно. Ну, в перспективе теперь дети уже догнали мам. Так что уже можно делать номера совместные и по росту, и быстрые, и темповые. Кстати, в декабре этому коллективу «Молодицы» они начали ансамбль «Мамочки», «Мамочки, мамочки, мамочки». Потом мы всё-таки нашли вот это слово, очень долго мы искали. Ну как, как, ну не мамочки, ну не мамочки, ну как, нашли вот это молодицы. Молодицы, молодые, красивые мамы. Это точно. И в декабре своим трудом, именно своим трудом, они добились, я считаю, высокого звания. Звание народного им был присвоен, присвоено звание «Народный коллектив». Это дорогого стоит. Молодцы. Саша, ну как вот танцевать с мамой? Вообще, как ты к этой идее отнеслась? Ты не сказала, мам, ну куда тебе? Ну что ты? Ну нет, спокойно. Да? Ну ты рада, что вот ты с мамой на сцену выходишь. Ну, наверное, вот когда, допустим, мама танцует, а ты в зале, наверное, болеешь за неё, волнуешься. А потом, как Таня закончилась, я сразу так, фух, будто как будто я с ума станцевалась. Вот вы теперь можете прочувствовать то, что чувствуют мамы, когда на сцене вы, да? Юль, а у тебя мама не танцует в «Молодицах»? Нет, она не танцует. Не может её? Не знаю. Ну, я думаю, сейчас посмотрит на успех ансамбля «Молодицы» и тоже загорится этой идеей, правда? Ин, а это правда, что «Молодицы» заставили вас даже сменить профессию? Вот во сколько лет вы пошли получать новое образование? Ведь я вас назвала не мамой Саши, и не просто участницей, а хореографом. Да, это правда. Три года назад Елена Леонидовна пригласила меня работать хореографом в ансамбле «Солнышко». При этом я поступила в колледж искусств. На сколько лет? В 40 лет. В 40 лет поступить, получать образование, причём которое зависит от физических сил, правда же, от здоровья. И вот уже я последний курс, у меня скоро госэкзамены, я заканчиваю. И будете дипломированным хореографом. Да. Но в «Молодицах» вы по-прежнему участница, правильно? Участница. И хореограф, и участница. Да. Хореограф у нас Елена Леонидовна, «Молодица». «Молодица» хореограф, да. А вы в «Солнышке» ставите, да? Расскажите про «Солнышко». Вот про «Молодица» понятно, как он появился, да, совершенно чудесная история. А «Солнышко» как появилось? Как давно? «Солнышко» 12 лет. 1 марта исполнилось со дня образования 12 лет. 12 лет назад в балетный зал Дворца культуры Медмитрия Николаевича Медведева переступили первые дети. Вы были руководителем. Я руководителем, мало того, для того, чтобы в балетный зал принял первых детей, я совершала поход по школам, близ лежащим от Дворца, заходила в классы с 1 по 5, отсматривала детей, писала записки. Отсматривали, не звали детей, а именно это, изначально вы высокий уровень, получается, такой ставили. Ну, получилось, да, получается, что так, отсматривали, писали записки, ваш ребенок, пожалуйста, придите. Пришла первая группа, родители были предупреждены, что если что-то не сложится, ну, так получилось, что все у нас сложилось. А на сегодняшний день мы уже по школам не ходим, детей к нам ведут, ведут, ведут. На сегодняшний день в ансамбле «Солнышко» 7 групп и 160 ребятишек-участников. Причем за это время, за 12 лет ансамбль успел стать образцовым, получить это звание, которое не каждый коллектив получает. Первые 5 лет мы получили звание образцовой. 5 лет тому назад организовались у нас молодицы, опять же, я говорю, в декабре они получили звание народного. Так что два таких коллектива существуют под одной крышей. Но ведь конкурс в Воронеже далеко не первый. Вы вообще часто выезжаете на конкурсы, девчонки? Вот вы, например, за время существования. Да, мы были в Курске, в Липецке, в Москве, в Санкт-Петербурге, Ярославле, Алушта, Орел. Самый первый, я вот просто не помню, в Орле это был конкурс или просто конкурс? Конкурс. Конкурс. Самый первый, они были маленькие, до сих пор помню. Помнишь, да? Да. Это лет шесть было, наверное. Хоть раз приезжали без единой награды. Было такое? Нет. Никогда не было. Ничего себе. Вот это уровень. Молодцы. Вот смотрите, существует мода на одежду, на музыку, на юмор даже, а на танцевальной постановке существует какая-то мода, вот тенденция. Ну, например, вот 10 лет назад вы ставили там в основном такие-то танцы, а сейчас это другая тематика совершенно. Танец как-то зависит от, я не знаю, ситуации в мире, в стране, политики, от других каких-то факторов или нет? Или это фантазия, которая вот приходит к вам или не приходит? Ну, я думаю, танец это вне политики однозначно. Конечно, это в первую очередь фантазия, в первую очередь какое-то видение. Очень много детей нас подталкивают к каким-то постановкам, особенно дети маленькие. Что-то смотрим на какие-то их движения и, а, посмотри, как они играют, давай, 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 вот так родился номер, наш двор. Наш двор, это дети с нашего двора, это просто момент игры детской. Номера есть, которые, они вечные. Это у нас Брянская улица, к 9 мая номер был поставлен, номер, который вечный, я считаю, это в Брянском лесу тишина, это тематические номера. Приходится учитывать и изменения, конечно, и жизненные приходится учитывать. Ну, какие вот, например, из последних танцев, поставленных вами, ну, какую тему хотя бы? Тема любви. Ну, это тоже вечное ведь все-таки? Это вечное, но не принято было раньше на 15-летних, 16-летних девочках ставить какие-то вот номера. А сейчас у нас есть номер, элегия замерзающей воды, это о любви. О любви. Самое главное, они у нас теперь, молодежь очень быстро растущая, все понимающая, они замечательно исполняют этот номер. Это вот номер, который был создан вот в этом учебном году. Мы работаем уже не в таком народном направлении, а мы работаем в стилизации народном. Это ближе вот нашему молодому поколению, когда номер стилизован, стилизована музыка, она подвинута более вот к современной обработке в этой музыке. То есть, можно сказать, эстрадные, да? Немножечко такие эстрадные, нет, все равно народная основа, это народная. Ну, это стилизация, это с добавлением каких-то вот таких вольных элементов. Вольности в костюмах мы можем допустить, это не строгий народный костюм, там, фольклор. Это ближе уже новому поколению, поэтому приходится идти у времени. Костюмы. То есть, если раньше наверняка мамы там что-то подшивали, вышивали, шили костюмы, то сейчас еще и молодиться надо. Как справляетесь? Вам кто-то помогает с костюмами? Мы справляемся сами, в большей степени. Сами, ну, то, что было еще во дворце, оставались еще с тех времен. Что-то пошиваем, что-то вышиваем, ну, как-то вот все дружно справляемся. Они заинтересованы и справляются. Надо сказать спасибо папам, которые терпят урон семейным обидом. Да, мамы танцуют, они варят борщи, да? Ну, я думаю, вам надо пап тоже как-то привлечь, и будут молодиться и молодцы. Как вам такое? Да, вот приглашаем танцующих мужчин и не танцующих города Брянска. К нам нам очень не хватает мужского состава. У нас в коллективе работает вот уже второй год. Вот замечательный хореограф Николай Викторович Телебиненко, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Все, кто учился в колледже искусств, помнят, наверное, его. Вот он к нам пришел работать в коллектив. Поэтому мужчины, у нас есть мужчина для работы с вами. Приходите. Что еще в планах «Солнышко» и «Молодец»? Какую планку вы теперь выставляете, когда семь побед в каждой номинации? Что дальше? Какой конкурс, может быть? Ну, до конкурса новые постановки, новые номера. У нас большая программа, большой репертуар. Это было всего семь номеров. А в программе номеров значительно больше. Поэтому дорабатывать, нарабатывать мастерство. Коллектив не должен стоять на месте, не почивать на лаврах. Ах, какие мы хорошие. Нет, мы нехорошие в нашем городе. Очень много замечательных коллективов, замечательных коллективов, которые просто для нас еще пример. Поэтому вперед, вперед, вперед и вперед. И для «Молодец» вперед, и вперед для ансамбля «Солнышко». И для «Молодец» вперед, и вперед, вперед и вперед. Я еще раз вас поздравляю, тебя, Юль. Особенно поздравляю с днем рождения. Спасибо, всего доброго. До свидания. До свидания. До свидания.